Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Загадочный мистер Соловьёв». Начнём с другой темы. Обречённые. Кружки и салоны советской эпохи. Сто лет назад, в пору увлечения историей литературного быта, в России, в Советском, разумеется, Союзе, выходило множество книг мемуарного и документального толка, посвящённых собраниям пушкинской эпохи, Тургеневскому и Некрасовскому времени. То было время салонов, и, как мы помним, война и мир начинается как раз со сцены в салоне Анны Павловны Шеррер. В конце 1920-х годов в Москве и Ленинграде вышли две книги, так и названные «Кружки и салоны». А параллельно в уже советских салонах собирались свои, новые кружки. Их описание потребует от исследователя других красок, и тональность будет совсем иная. Моя собеседница сегодня – писатель и историк Наталья Громова, изучающая драму советской литературы, в том числе под углом таких обречённых кружков. Наталья Александровна, помните, в конце 1920-х годов была мода на книжки под названием «Литературные салоны и кружки»? Конечно, описывались салоны пушкинского времени, XIX века. Но ведь салоны и кружки никуда не делись и в XX веке, и в Серебряном веке мы их видим, всевозможные и в эмиграции, и в Советском Союзе. В чём была специфика то, что называется «наших советских кружков»? Прежде надо всё-таки сказать о том, что салоны и кружки вообще для России были очень важны, потому что, как известно, в России то общественная жизнь затухала, то становилась ярче. И когда было, например, журнальное время в XIX веке, то как бы всё уходило в журнальную жизнь, а когда начиналась реакция, опять всё приходило в домашнюю жизнь, не потому что у нас, в отличие от западной жизни, не было вот такой кафе, вот такой вот уличной и прочей активности, она всегда уходила в дома, в кухне потом, соответственно. Что касается салонов, особенно конца XIX, начала XX века, то мы знаем, что все самые знаменитые люди прошли через башню Вячеслава Иванова, что эти все объединения были чрезвычайно важны. И надо сказать, что и среды Телешовские и так далее, там много можно говорить про это, хотя они потом выплёскивались в лекции Морозовские, вот эти все замечательные общества, Колоссовские и так далее. Проблема была в том, что после 1917 года это не могло никуда деваться, потому что это как поезд, который всё равно двигался, да, и ещё не было торможения, несмотря на случившуюся революцию. Но надо сразу отдать себе отчёт в том, что советские салоны, которые, ну, как бы самый такой, как ни странно, известный салон, именно как салон, да, это был, например, салон, который имеет отношение вот к нашему музею государственному, литературному. Это салон Евдоксии Никитиной, Никитинские субботники так называемые, она просто передала свой архив именно в Гослед музей. Вот, и он один из самых таких странных и любопытных. Почему? Потому что он на этих волнах советской власти умудрился существовать и соединять в себе просто писателей, которые в ни в каких других местах не соединялись. Они никогда и в других местах не встречались, иногда даже не здоровались на улицах. А там они каким-то образом существовали. Сама Евдоксия Никитина, неплохая книжка такая, есть Давида, Фельдмана написана уже давно, в конце ещё 90-х годов. И там очень много любопытных фактов. Но суть в чём, что эти люди, которые, так сказать, писатели, которые там объединялись, как правило, выброшенные уже после революции, потерявшие кто-то, вообще потерявшие уже, так сказать, берега из прежней, как бы, волн, да, кто-то, молодые писатели, которые приезжали, одесские, там, писатели, тот же Булгаков, который приезжает из Киева, Лути, Кавказа и так далее. Вот Мандельштам, кого там только не было, да, там, Цветаева в 20-е годы была. Этот салон, чем любопытен, ещё раз скажу, что он, как бы, начинается где-то до революции и продолжает жить аж до начала 30-х годов. Что интересно тут, всегда интересно, почему одним, как бы, давали существовать, а другим нет, да, потому что, если говорить о параллелях, то в этот момент существуют всякие течения, там, существуют левы, конструктивисты, они тоже соединяются в некие течения перевальцы. Но в том смысле салона, о котором мы говорим, их нельзя назвать, потому что это, как бы сказать, это больше похоже на кружки, где люди вырабатывают какие-то идеи. А салон – это место, где люди собираются, обсуждают произведения, слушают доклады. И, в общем, это объединение людей без всякой платформы, без всякой идеи. Вообще. Просто вот они собираются, пьют чай и разговаривают. Но разговаривать можно по одному, если у тебя за окнами все стабильно и хорошо, и совсем по-другому, если наступают, как бы, вот эти самые времена. А Никитинские субботники, например, просуществовали от, значит, в период революции, потом эта замечательная дама, которая меняла мужей. Это целая интересная история, но не буду сейчас с нее уходить. Хотя это тоже помогало ей выжить. Она потом в Ростове-на-Дону уже как под белыми была с этими субботниками, потом в Новочеркасске, потом она опять возвращается в Москву, и у нее все хорошо. Она с Луначарским заключает договор. И эти салоны советские, это был еще способ, ну, я говорю сейчас именно об этом, для того, чтобы выживать, то бишь в условиях отсутствия издательской деятельности, она, это женщина, обладавшая огромными способностями такими коммерческими и вообще, так сказать, хваткостью такой, она договаривалась с этими сильными мира сего, причем, я говорю, у нее было прошлое весьма сомнительное, и было целая серия изданий под грифом «Никитинские зубботники». Но что тут самое интересное, что я бы хотела сказать, потому что это как бы длинная и большая история, но самое интересное в ней, это то, что, конечно, этот салон, почему он так долго существовал, он был нужен советской власти ровно за тем, вот о чем я, кстати, говорила в прошлой передаче, конечно, чтобы следить за интеллигенцией. Это очень был удобный способ, когда под одной крышей собиралось 30-40 писателей, иногда еще больше, и их можно было прослушивать. И вот у меня есть очень любопытный, 25-го года здесь как раз «Никитинских субботников» такой есть кусочек, где кусочек агентурного донесения человека, который, значит, прослушал собачье сердце на этих «Никитинских субботниках», и он говорит о том, что дочитанная 21-го, 3-го, 25-го на «Никитинском субботнике» повесть вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему. А человечная собака стала наглесть с каждым днем и все более и более. Стала развратной, делала гнусные предложения горничной профессора, но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом. На ношении собакой кожаной куртки, на требования жилой площади, на проявление коммунистического образа мышления и так далее. Это просто само по себе великолепно. Это было напечатано еще, когда печатали агентурные сводки о Булгакове. Есть такая книжка, которую выпускал, как ни странно, само ФСБ еще в начале 2000-х годов. Вот. И я хочу сказать, что вот по ней уже понятно, что эти, так сказать, собрания были необходимы власти именно за тем, чтобы смотреть и слушать. Это первый момент. А второй момент, мы должны не забывать, это все-таки был период НЭПа и, как бы сказать, еще не было отстабилизировано вот эти отношения власти и интеллигенции. Еще, так сказать, существовали некие возможности опять же, издаваться, собираться, разговаривать, но уже под серьезным присмотром. Все это к 29-м году, даже Никитинская вот эта история, которая была, ну, невероятно благополучна, она, в общем, прожила, надо сказать, очень длинную жизнь и потом еще водила экскурсии в 60-е годы по собственному вот этому музею, который она открыла со своими раритетами, своими интитинскими субботниками. Но при этом к 30-му году, ну, как было уничтожены все течения и все самые разные кружки, и, как ни странно, это была Всесоюзная ассоциация и пролетарских писателей, и просто писателей, было много организаций, да, но было придумано то, что абсолютно невероятный, как бы, шаг, я считаю, придуманный Сталином, такой шахматный ход, когда в 32-м году выходит постановление об уничтожении Российской ассоциации пролетарских писателей, и, как бы, под этим уничтожаются и любые организации, любые объединения, да, то есть с этого момента берется курс, ну, как бы, для писательских организаций к созданию Союза советских писателей. Ну, это, как бы, первая часть нашей истории. Скажите, пожалуйста, как понять такой парадокс, что власть, которая курирует эти салоны, и, по-видимому, отчасти их даже и создает сама, и кружки, она их же и тем самым прихлопывает и уничтожает. А как же следить? Здесь происходят странные, как бы, две вещи. Если мы сейчас доведем эту историю до конца, то тут надо сказать, что в 32-м году, когда выходит это постановление, начинается движение к образованию. И именно это движение приводит к тому, что для людей, которые существуют как бы в параллель, вот эта история, связанная вот с делом Бронникова и с ленинградскими объединениями, да, которые живут в ощущении того, что они просто могут собираться дома, да, они не объявляют это ни салонами, потому что Никитинский салон был зарегистрирован, как ни странно, он был как бы власти известен. А люди предполагают, что они могут собираться дома просто для того, чтобы читать друг другу свои сочнения. И вот в 32-м году именно под маркой вот уничтожения всех организаций, любых, каких бы ни было, да, вот таких собраний, начинается вот гонения на переводчиков, на вот этих вот молодых людей, которые ходят каждый день, кто на завод, кто на фабрику, кто в контору, а вечером они хотят говорить о высоком. Вот им показывают, вот есть это огромное, значит, дело в Ленинграде, там разгоняется до 25 вот таких объединений кружков, которые, это наивно даже предполагать их называть кружками, это были собрания молодых людей самого разного рода, в том числе. Там был круг замечательный переводчиков и много шерфоль, тот же, в котором был Михаил Лозинский, и все они подвергаются гонениям и арестам. Что касается того, что можно было продолжать за ними следить, значит, эта форма, она уже предполагается ненужной, да, потому что идет после 32-го года, то есть вот это десятилетие, даже, я бы сказала, пятилетие 32-го до 37-го года, как бы уничтожение всего того, что не санкционировано властями. Мало того, это мы говорили о литературе, но ведь есть еще очень такой странный слой, о котором мы очень мало знаем, это мистические общества, это общество антропосовские, это общество розенкарейцеров, тамплиеров, то есть это то, куда уходит религия, которая тоже гонима, начиная с 30-х годов, когда идут взрывы церквей, когда идут уничтожения как бы уже религии всерьез, потому что она является идеологией крестьянства, крестьянство, как известно, у нас в этот момент один из врагов, идет раскулачивание колхоза, ну все понятно, тут одно цепляется за другое, мы строим вот этот самый котлован большой, начиная с 30-го года у нас индустриализация, и как бы официальная церковь становится невозможной, она, понятно, она становится таким гомункулусом, в общем, ненастоящем, и все уходит еще в мистические общества, и вот туда тоже этот огромный драматический кусок, как туда внедряют, ну вот, вот эта знаменитая история этого Остромова, который был завербован из общества розенкрейцеров, я в какой-то момент открыла эту историю, хотя многие знали, а кто-то не знал, про Алексея Алексеевича Сидорова, который вообще известный искусствовед, он, описанный его золотыми буквами в изобразительном музее имени Пушкина, имя, вот он там много проработал, но это человек, который был таким тайным розенкрейцером, значит, масонской ложи состоял, но который очень много людей вот как бы просто отводил, не то, что вербовал, но отдавал властям, находясь вот в этих мистических обществах, и, к сожалению, у него очень страшное, такое есть другое лицо этого человека, но это тоже очень сложный сюжет, потому что этим мало занимались, это очень скрытые вот катакомбники, не поминающие в молитвах Сталина, это люди, которые тоже уходили в такое религиозное подполье, к ним тоже проникали специальные люди вот на их собрании, это все не паханное такое поле, мы знаем только очень мало сюжетов, тем более, что если эти люди были жестко законспирированы, то мы можем этого и не узнать, они как бы отрубили все знания. На волнах радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Обреченные. Кружки и салоны советской эпохи». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница, писатель и историк Наталья Громова. Теперь, что касается писательской жизни, тут любопытно то, что когда писатели сначала заключают в этот большой муравейник под названием «Союз писателей», они становятся, причем они это не сразу все понимают, они ведь многие были очень рады тому, что раб был разогнан, они считали, что это их основное мучители и враги в этом Российской Ассоциации пролетарских писателей, они действительно были очень истовые и злобные, но в результате все попались в эту огромную мышеловку под названием «Союз писателей», где то, что было салоном, это превратилось, извините, но во что? Значит, это как бы общие собрания, общие какие-то банкеты, на которых прослушивание уже шло абсолютно просто, там уже количество, к сожалению, взаимных доносов уже просто превышало вообще возможностей, а кроме того, вот эти агентурные сводки уже после любого собрания, даже, например, потрясающее агентурное сведение после каждого заседания Союза писателей, вот идут отчеты, кто чего сказал на самом деле в калуарах, то есть эти люди, они уже собраны, и их слушать уже как раз проще, и даже, как иногда кажется, что их просто скучно слушать, но, конечно, создание переделкинской вот этой вот, вот этого мира, да, в котором тоже собираются писатели, их как бы в Лаврушинской переулок, да, когда к писателям подселяют кого-то, специальных людей, это как бы машина, она все время работает на то, чтобы они были под постоянным колпаком, да, под постоянным приглядом, интересно, что все равно, вот я когда раздумывала место, где встретилась, например, Цветаева с Тарковским, это был такой салон Яковлевой, то есть это так сейчас называют салон, но там собирались переводчики, там в сороковом году, все-таки существовали эти какие-то собрания людей, но они с неизбежностью, я могу просто, ну, на 89%, на 90% как бы утверждать, что обязательно любые возможные собрания, обязательно это было связано с тем, что этих, ну, как бы там был человек, который записывал или который следил за всем происходящим, и мало того, очень интересно, что вот если прочитать судоплатовские мемуары, это вообще очень полезное чтение, он был глава всяких страшных и не страшных разведопераций, он, например, пишет, что его жена, у него жена была еврейка, и они работали вместе в НКВД, и ее отправили в отставку, когда началось дело, значит, космополитическое, и всех евреев начали чистить в этих органах, и дальше он пишет, что, ну, вот все-таки потом ее вернули, и она стала в 60-е годы работать с интеллигенцией, я никак не могла понять, а дальше он, значит, поясняет, что вот она занималась тем, что она уже в 60-е годы отрабатывала вот эту систему собраний вот этих самых новых уже оттепельных поэтов и писателей, значит, вот эту слежку за ними, но он как бы не развивает эту историю, но мы понимаем, что эта бесконечная работа, она не кончалась при советской власти никогда. То есть, можно сказать, что методологически для исследователя это такой важный постулат, если исследователь встречается с феноменом того или иного салона или кружка, он непременно должен иметь в виду вот эту составляющую слежения, эту... Советские обязательно. Да. Могли бы вы привести какие-то человеческие несколько примеров судеб каких-то драматических и интересных? В этом плане. Ну вот я начала рассказывать про Алексея Алексеевича Сидорова и должна сказать, что он попался, вот этот человек, который, я говорю, он искусствовед был, крупный, он мне попался в дневниках Олечки Бессарабовой, такие я издавала и делала, как человек, она описывает такого очень яркого, необычного, умного человека, к которому приходят молодые девочки, он с ними ведет какие-то мистические сложные разговоры, и дальше в этих дневниках есть такая странная была подпись, там даже не написано, что это Сидоров, там написано, что это человек ААС, я потом уже разгадала его инициалы, раскрыла, и она пишет уже в 41-м году, что из-за него многие попали в лагерь, вот такую фразу, которая меня заставила как бы начать копать эту историю, но в этой истории есть как бы нечто метафорическое, потому что сам Алексей Алексеевич был, еще раз говорю, крупный искусствовед, а его брат, отец Сергий, отец Сергий Сидоров был к такому-то священникам, вот тем самым непоминающим, который не поминал на молитвах Сталина, жил он в Сергеевом посаде, и было у него шестеро детей, он был расстрелян на Бутовском полигоне в 37-м году, и это прямая противоположность, это вот такой Абель и Каин, вообще такая, у меня возникла во всяком случае тогда такой странный образ, что один человек живет все время вот в этом странном мистическом мире, причем их общий друг это замечательный священник, а потом может человек, который отрекся от, к сожалению, от священства, это Дурелин, друг одного и другого по юности, вот оба они, так сказать, когда-то увлекались и символизмом, и в общем знали всех замечательных поэтов, вот, но вот судьба их развела, один погиб как священник, а другой оставался знаменитым, еще раз говорю, искусствоведом, и вот в этих розенкрейцерских делах там везде написано, что он никогда, Алексей Алексеевич, не арестовывался, а прожил вполне благополучную жизнь, хотя вот эти несчастные дети, семеро детей, голодали и приходили к нему, в общем, это все описано в очень трагических мемуарах детей вот этого самого священника, это как бы один сюжет, второй, если говорить о удивительных вещах, то вот в этой книге, которую мы делали вот с Полиной Вахтяной и с Татьяной Сергеевной Пузняковой, спокойной вот Полиной Вахтяной, к сожалению, ушедшей рано, дело Бронникова, то там есть один из поразительных сюжетов, там кроме того, что вот это юноша, который в силу своей активности организовывает Бадлеровскую академию, организовывает, он их так называет на самом деле, там бандаж-клуб, для киношников, для, там было очень много молодых кинематографистов, там были художники, там были, ну просто он людей собирал, структурировал по интересам, да, и они собирались, они, кто читал стихи, кто переводы, они делали, монтировали из кадров кино свое на коленке, то есть, ну какие-то немыслимые вещи они осуществляли, вот, но там он каким-то образом почему-то входил еще в несколько мистических обществ, да, там тоже читали стихи, это были такие взрослые, там был салон Любови Мор и ее мужа, он был доктор, она актриса, и там очень интересно, там занимались спиритизмом, очень своеобразно, и там был такой Георгий Бруни, который был братом, ну из этого рода Бруни, и вот там на допросах, потому что мы знаем все это только по допросам и по следственным делам, очень мало свидетельств всяких, они, например, вызывали дух Ленина, и как он говорит на допросе, Ленин им говорил, что он раскаивается в том, что он совершил в Октябрьской революции, что он, значит, участвовал в этом, в общем, такими они занимались, в общем, достаточно наивными вещами, но действительно я должна вот сказать, что это огромный следственный корпус вот этого дела по этим кружкам, там, конечно, два человека вели себя, ну, самым поразительным образом, это вот как раз Михаил Лозинский, у которого это было уже, по-моему, третье дело, и он знал, как он вообще себя, во-первых, очень достойно ведет, он очень хорошо разговаривает вообще со следователем, и никого как бы он не называет, но самое главное, что он действительно уже так вот выступает, как человек, знающий вообще, как общаться, да, вот со всеми этими людьми, и второй, это такой странный поэт, Шульговский, забытый, но человек, который писал учебники, как писать стихи, и этот человек абсолютно самоубийственно себя ведет на допросах и говорит, что вы, как бы сказать, вы не позволяете нам жить свободно, я вас презираю, я готов идти на смерть и так далее, то есть какие-то люди, которые, они же не могли предположить, что мы все это узнаем или прочтем, и они вели себя действительно очень-очень достойно, но многие, конечно, пугались и рассказывали все этим следователям, но в целом, я хочу сказать, что потребность людей собираться, у меня есть еще там, конечно, вот еще несколько трагических историй про молодежь, которая собиралась в 1938 году просто читать стихи, и они были выслежены таким же вот поэтом, человеком, который просто внедрился просто, он ходил за ними и внедрился туда, и погубил эту группу молодых ребят, которые, ну, там были и молодые, и немолодые, которые просто, просто хотели читать стихи, больше ничего. А кто это? Это такая группа, о ней написал человек, который потом стал странным таким авиаинженером по фамилии Борин, но туда был внедрен поэт Николай Степанович, о котором я буду еще писать, хотя я уже писала, поэт, кстати, очень интересный, который писал цикл Иуда, и который вообще как-то вот, у него был такой религиозный, такие стихи, они нравились и Пастернаку, но он, у него за ним, к сожалению, не одна история вот такая тянется, когда он просто вот, по всей видимости, уже в начальной своей поре был как бы завербован, а потом уже он входил в доверие к даровитым поэтам, или разговаривал с ними, они гибли, ну и последнее его дело известное, я знаю только три эпизода тяжелых очень, вот второй вот с этими поэтами, они собирались в ветошном переулке в Москве, а третий эпизод, это Даниил Андреев и роман «Странники ночи», это, к сожалению, так сказать, тоже очень трагический, хотя он тут не один был человек, который это дело как бы входил, был свидетелем, и показывал, и писал на Даниила Андреева, там было, видимо, несколько человек, но я хочу сказать, что подходы были разнообразные, но, к сожалению, тот кружок, о котором я говорила, вот этих молодых людей, любителей поэзии, они уже понимая, что это опасно, они не пускали туда ни одного незнакомого человека, ни одного непроверенного человека, но все-таки он вошел к ним с тем, что он, во-первых, рассказывал одному из них, как он любит Гумилева, и это было таким немножко паролем, и он ходил с книгой Гумилева, а, во-вторых, он пришелся с собственными стихами, которые их поразили, и вот в этом была своя кошмарная драма, потому что им казалось, что человек, который умеет писать такие стихи, не может предавать. Это настолько многообразное и такое, я бы сказала, трагическое поле, для которого еще только вот оно, оно только начинает нам открываться. И позволяет совершенно по-новому соотнести гения и злодейства. И на этом мы заканчиваем передачу «Обреченные», посвященную кружкам и салонам советской эпохи. Моей собеседницей была писатель и историк Наталья Громова. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Загадочный мистер Соловьев. Среди эмигрантов второй волны, то есть тех, кто оказался на Западе в результате Второй мировой войны, остается очень много странных, не до конца понятных, а то и загадочных фигур. Сегодня мы поговорим о человеке со многими фамилиями и разными документами в кармане. О человеке, безусловно, талантливым и умным, но ухватить которого пока не очень удается. Хотя и им самим, и о нем немало чего написано. Голубовский, Бобров, Соловьев. Петербургское издательство «Алитея» выпустило под одной обложкой две главные книги Соловьева. Роман «Когда боги молчат» и записки советского военного корреспондента. Мой собеседник, участвовавший в подготовке издания, историк Михаил Толала. Михаил Григорьевич, вот фигура Михаила Соловьева. Вроде бы в Белоруссии жил, в Красной Армии служил, в Австрии, потом в эмиграции, в Соединенных Штатах много лет. Но что-то я не слышал, чтобы он имел какое-то отношение к Италии. Поправьте меня, пожалуйста. Иван Никитич, вижу, что вы хорошо осведомлены о биографии нашего сегодняшнего героя, писателя Соловьева. И, быть может, я вас удивлю, но вы же и стояли у истоков этого проекта. Напомню, что лет 25 тому назад, ну, скажем так, четверть века почти, что я был первый раз у вас в гостях, рассказывал о своих занятиях, италорусских связях, о моих героях типа княгине Марии Павловны Абамилек Лазаревой, урожденной княжне Демидовой Сандонатом. А вы меня тогда, ну, не то что перебили, но почти что огорошили вопросом, а что Борис Ширяев? Я сделал вид очень хорошо осведомленного человека, сказал, ну, да, да, конечно, Ширяев. И, вернувшись в Италию, вот последние годы, можно сказать, я почти исключительно занимаюсь Ширяевым и Ижи с ним, потому что действительно оказалась необыкновенно интересная и очень малоизученная история. Конечно, это опасная зона, скажем так, откровенно, вторая волна. Я переиздал его записки Ширяева о депийцах в Италии. Прекрасный текст. После чего начался новый этап. Пришел, как раньше говорили в советские времена, грозный окрик из-за океана. Мне написал достаточно сердитое письмо из Аргентины редактор газеты «Наша страна» Николай Леонидович Казанцев, который меня упрекнул, что я издаю книги. Его издательство, того же Ширяева, не спросившись. Я, конечно, удивился, мне как-то и в голову не приходило у этой литературы искать правообладателей. Но, тем не менее, наладилась переписка. И Николай Леонидович мне сказал, если вы хотите заниматься депийцами, если вас все это интересует, я вас свяжу со своим сотрудником. И действительно связал Андрея Власенко, живущий в Америке. И мы с Андреем Власенко стали очень деятельно разрабатывать эту депийскую литературную, конечно, тему. Как вы знаете, опубликовали много книг и того же Ширяева его литература, и воспоминания, очерки, и до сих пор таинственного писателя Бруно Лангобардзе, который писал из Турина под псевдонимом Н.Е. Русский, и многие другие. И, в общем, в итоге я попал в компанию исследователей, которые занимаются второй волной. Стал участвовать в разного рода конференциях. И на одной из них познакомился с Владимиром Ильичем Агеносовым, который почти исключительно в последние годы занимается именно литературой второй волны. Он составитель известной антологии писателей Дипи, «Восставший из небытия». Год тому назад Владимир Вениаминович прислал мне почти скорбное письмо, что ему никак не удается опубликовать в полном составе очень важного, по его мнению, писателя Михаила Соловьева. И просил какой-то помощи, издательского содействия. В действительности Агеносову удалось кое-что издать. Несколько лет тому назад в издательстве АЭРО, это Ассоциация исследователей российского общества, вышла книга Михаила Соловьева с двумя его главными произведениями, «Когда боги молчат» и записки советского военного корреспондента. Как писали рецензенты, книга вышла с некоторыми купюрами. Но что это за купюра? Когда я стал разбирать материал, я увидел, что купюры были следующие. Это одна треть романа. Две трети, понятно, остались за рамками непереизданными. И тоже одна треть вот этих записок. Я как историк начал с записок. Они мне очень понравились. Великолепно написаны. Новый неожиданный материал. И я согласился на эту работу. Началось издание уже его полных двух и самых важнейших книг. Михаил Григорьевич, все это крайне интересно. И я полностью согласен с вами, что не только записки советского военного корреспондента Михаила Соловьева хорошо написаны, но вообще все, чем занимался этот талантливый, одаренный человек, все заслуживает и переиздания, и исследовательского внимания, и комментирования, и так далее, и так далее. И, конечно, поиска архивов, потому что я знаю, что это главный камень преткновения. Где архив Михаила Соловьева, который переписывался с половиной эмигрантской Европы? И, тем не менее, я хочу вам напомнить, простите за такой репримант, а какое же отношение он имел к Италии? Это тот был первый вопрос, который я вам задал, извините. Похоже, действительно, я уже увлекся, но из контекста моего вступления, понятно, что он никакого отношения к Италии, собственно, не имел. Кроме того, что он был в одной плеяде с Борисом Ширяевым и другими депийцами. Как Ширяев, он тоже скрывался под псевдонимом. Ширяев придумал себе Алымов. И Лангабарди тоже был. В общем, это известно, что вторая волна использовала множество псевдонимов по понятным причинам. Поэтому прямого отношения нет никакого. Есть уже просто азарт исследователей, который вошел в тему депийцев, в тему второй волны. И, конечно, желание опубликовать в полном, максимальном объеме его важнейшее литературное наследие. Тогда, если можно, я предложил бы вам начать или, наконец-то, приступить просто к основным биографическим фактам из жизни Михаила Соловьева. Потому что мне кажется, что вот из всех-всех депий, из всех писателей второй волны эмиграции, он какой-то забытый, затертый фирс такой, сидящий в углу. А это несправедливо в его случае. Да, я засел за биографию Михаила Соловьева. Будем называть его писательским псевдонимом. Естественно, до меня уже им занимались. Это, конечно, Агеносов, который опубликовал тексты с купюрами, продолжу эту цитату из рецензии на первую публикацию. Это и исследователь Игорь Петров из Мюнхена, который кое-что нашел и выложил в интернете. Им занимался и Андрей Кравцов из Мельбурна, который даже поставил роман, главный роман «Когда боги молчат» в центр своей диссертации. Это и историк Кирилл Александров, который, как известно, занимался русской освоительной армией, составлял список, на основе которого он пытался защитить свою докторскую диссертацию, так до конца, собственно, не доведенную. В общем, началась работа, и сложилась даже небольшая исследовательская группа. В итоге я написал во вновь вышедшие книги, где полностью опубликованы его два главных произведения, «Послесловие», которое я заглавил так, от Голубовского, это его настоящая фамилия, через Боброва, это один из его псевдонимов, быть может, первый псевдоним, к Соловьеву и обратно. Обратно я имел в виду наш исследовательский процесс, когда мы раскручили его биографию от вымышленной, мистифицированной к его биографии настоящей. Итак, теперь он Голубовский. Он родился в Ставрополе в 1907 году. В 1920 году, вы можете сами посчитать, в возрасте всего лишь 13 лет, он попадает вслед за своими четырьмя братьями-казаками, они были красными казаками, в Первую конную армию. То есть уже в 13 лет он воевал на стороне красных. И как участник гражданской войны, после ее окончания он учится на особую стипендию имени Фрунзе. Учится в журналистике и истории в МГУ. Получает распределение, опять-таки, как журналист на ударную стройку, в Комсомольск-на-Амуре. И, вернувшись в Москву, успешно, человек талантливый, казак, делает, в первую очередь, журналистскую, литературную карьеру. Его принимают в известие, спортивным репортером. Затем он становится репортером военным. Это, кстати, метаморфозе. Он уделяет первую часть своих записок, которые, повторю, меня очень заинтересовали, и которые впервые теперь в полном объеме изданы. Эти записки состоят из трех частей. И, я думаю, достаточно реально отражают его довоенную, московскую, в данном случае, биографию. Он уже, как сотрудник известий, попадает преподавателем истории на курсы усовершенствования высшего командного состава Красной Армии. Конечно, это все было сокращено, называлось просто КУФС. А он в своих записках назвал это генеральским инкубатором. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Загадочный мистер Соловьев». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с историком Михаилом Талалой. Преподавал он всего лишь два часа в неделю, поэтому продолжал работу как военный корреспондент. И как военный корреспондент он стал свидетелем голодомора в русских деревнях. Это особая глава тоже в его записках. Свидетелем уничтожения непокорных казачьих станиц. Это глава джунглей. Судьба свела Голубовского, повторяю, что тогда еще не Соловьева, не столько с глубоко неприятными ему советскими полководцами, как Буденный или Городовиков. Про него тоже, про Городовиков, есть особая статья. Особая глава – это генерал Калмык, который руководил депортацией своего собственного калмыцкого народа. Но он, надо сказать, достаточно благожелательно и тепло описывает полководцев, которые были ему симпатичны. Эти необычайные самородки, вышедшие из народа, как и он сам. Это Тимошенко, Рыбалка, Апанасенко, Еременко. Затем Малая война, Финляндская война, Советско-финская война и Большая война. Эти записки он довел до своего пленения. Как мне кажется, достаточно романизированного. Он пишет, что он якобы скитался целыми месяцами по белорусским лесам. Потом, пристрелив своего коня, он попадает в плен. В другом месте он пишет, что из плена его выкупили сердобольные русские женщины, что тоже, мне кажется, звучит как-то совсем странно, скажем так. На сайте ОБД «Мемориал», который выкладывает сведения из Центрального архива Министерства обороны, не так давно появилась прежде засекреченная информация о безвозвратных потерях Красной армии и запись о нем. О том, что Голубовский, Михаил Степанович, состояв звание лейтенанта в личном распоряжении командира 84-го кавалерийского полка, пропал без вести в сентябре 1941 года. Здесь, кстати, есть сведения о его жене, которая осталась в Москве. Есть даже их адрес, хороший адрес, улица Горького, дом 17, я даже посмотрел через гугл по карте, это рядом с Пушкинской площадью, привилегированный дом сотрудников газеты «Известия». В этой справке упоминается дивизия, которая была в конце сентября, начале октября, окружена и почти целиком уничтожена немцами. Так что я думаю, что уже в этот момент Голубовский попадает в плен. Далее он, естественно, после войны всячески запутывал вот эти годы, когда он жил и действовал на оккупированных территориях. Достоверно известно, что уже весной 42-го года он объявился в оккупированными немцами Бобруйске и пишет там под псевдонимом «Бобров», мне кажется, явно по городу. Теперь он тоже журналист, но уже совершенно в новом ключе. Он редактор и автор большинства материалов в оккупационной газете «Новый путь». Именно в то время, в 42-м году, вермахт на этих территориях стал создавать из пленных красноармейцев русскую освоительную армию, РОАМ. После войны Голубовский открещивался и от РОАМ, и от генерала Власова, писал письма, которые тоже были потом опубликованы. Но, тем не менее, он имел отношение с Власовым. В тех документах, которые были найдены и недавно даже опубликованы, он рассказывает о встречах с Власовым, который якобы неоднократно понуждал его ослабить откровенно антинемецкую линию в издаваемой «Голубовской газете», что тоже, конечно, звучит несколько странно. Меня проинформировал историк Александр, что на феврале 1945 года Голубовский служил в вооруженных силах Комитета освобождения народов России ВС «Конор», генетически связанных с Власовской армией. У него был член капитана, и он был прикомандирован к штабной роте при штабе 1-й пехотной дивизии генерал-майора Сергея Буниченко. Какова была служебная деятельность Голубовского штабиста в этих вооруженных силах «Конор»? Пока мы не знаем. Но я думаю, что он находился той весной 1945 года в Праге, потому что в его романе он слишком подробно рассказывает о боях власовцев за освобождение Праги, о встречах с самим Власовым. Понятно, что мы не будем отождествлять героя Романовым с автором, хотя этот роман позиционируется как автобиографический. Но когда читатель откроет эти блестящие страницы, он поймет, что Голубовский был там. Окончание войны, после Праги, я все-таки уверен, Голубовский под фамилией еще Бобров встретил в Австрии, в лагере Парш под Зальцбургом. Кстати, именно в этом лагере родился и Леонид Леонидович Казанцев, нынешний редактор аргентинской газеты «Наша страна» в лагере «Тепийцев». В своем романе он описывает, опять-таки, от уже, естественно, не от себя собственно, от лица своего героя, попытки советских репатриационных органов добиться его выдачи. Эти части мы публикуем впервые сейчас в России. Очень драматически построенные диалоги, отпор американцев, которые уже, вне сомнения, были заинтересованы в нем. Как я думаю, особенно в его знаниях со времен журналистской работы в «Известиях» как военный корреспондент, его знаниях советской военной верхушки. У Голубовского позднее уже в Америке появляется куратор, адмирал Стивенс, который пишет очень хорошее предисловие к запискам военного корреспондента. Сам Стивенс тоже заслуживает отдельной истории, отдельной биографии. Не будем подробно о нем, но достаточно сказать, что этот военно-морской офицер был атташе при посольстве США в Москве в какие годы? С 1947-го, с самого начала Холодной войны, по 1950-й год, когда он вышел в отставку и уехал в Америку. Именно тогда же в Америку и перебирается Голубовский. Стивенс стоял у истоков «Радио Свобода», которая начала трансляцию, как мы знаем, в 1953 году, тогда под другим названием «Радиоосвобождение». Он, повторю, курировал, не только писал предисловие, но явно и продвигал Голубовского в разные общественно-политические сферы. А к запискам он написал очень проникновенное предисловие. Я думаю, сразу на русском, потому что Стивенс прекрасно знал русский язык. Из предисловия адмирала Стивенса. Одна из особенностей советской системы заключается в том, что советские граждане имеют очень скудные сведения о многих ее проявлениях. Там, как говорит Соловьев, камень, брошенный в воду, не вызывает кругов на ее поверхности. Книга Михаила Соловьева скорее воспоминание, чем история. Но автор дает кусочки мозаики, которые будущий историк сможет когда-нибудь сложить и использовать для до сих пор ненаписанной истории СССР. Качество света, возможно, важнее силы освещения. Книга Соловьева бросает не только сильный, но и необычайно яркий свет на запутанные и сложные области трудного советского мира. Просто, понятно и скромно он пишет о том, что пережил, будучи военным корреспондентом в Советском Союзе с 1932 года, до начала Великой войны, предоставляя фактам говорить самим за себя. Это делает его книгу особенно убедительной. Выводы, которые вдумчивый читатель сделает из нее, будут тверже и определеннее заключений, навязываемых читателю в виде готовых обобщений. Описывая человеческие слабости, Соловьев никогда не злобствует. Как сам автор говорит, он изображает странную, противоречивую, несоветскую душу так называемой советской армии, являющейся народной армией и во многих отношениях воплощающей народную душу. Чувство ужаса и жалости, испытываемое бойцами во время голода на Украине, и их сочувствие украинцам и казакам во время разгрома Кубани изображены так же убедительно, как и растерянность, охватившая москвичей, когда разразилась Великая война. Книга Соловьева представляет особенный интерес для военных, потому что она проливает свет не только на советские методы и приемы, и на боевой дух, и на строение советских войск в различных условиях, но и дает представление о двух разных военных теориях, о теории, которые придерживаются Тимошенко и его последователи, и о теории Ворошилова и его школы. Соловьев приводит обоснования, даваемые каждой из этих теорий. С проникновенным пониманием он показывает, почему чекисты приходят к точке зрения, находящейся в коренном противоречии с точкой зрения военных. В ней нет пропаганды. Быть может, именно поэтому эта книга – такое убедительное обличение советской системы. Впрочем, лучше прочесть эту книгу, чем читать о ней. Вице-адмирал в отставке флота США Лесли Стивенс. 54-й год. Продолжаем беседу с историком Михаилом Талалаем. Переехав в Америку, Голубовский необычайно активен. Он входит в руководство эмигратских, антисоветских организаций, и не одной. Это Союз борьбы за освобождение народов России, Совет освобождения народов России, Союз Андреевского флага. Он примыкает к февралистам и сближается с Керенским. Самые тесные отношения у него завязались с другим видным либеральным деятелем – Мельгуновым, который даже привлек его в Союз борьбы за освобождение народов России в качестве своего заместителя. У него возникают проблемы с представителем первой волны, которые недоброжелательно, неприязненно относятся к власовцам, к коллаборационистам, и в какой-то момент его даже отстраняют от политической деятельности. У него появляется новая супруга. Она берет фамилию вымышленную Раиса Соловьева. Мне, кстати, интересно, как историку, каким образом эти эмигранты, эти пийцы решали проблему развода с женами, оставшимися в СССР. Не могли же они получать из Советского Союза какие-то справки о таковых разводах. Но, тем не менее, вторая жена появилась, и он продолжает литературную, политическую и другую деятельность. Прекрасный роман. Это действительно важное литературное явление. Когда боги молчат, был опубликован в 52-м году на английском. Это тоже удивительная, совершенно история. Роман выходит на английский, его переводят на массу других языков, на десятки. Я думаю, не без поддержки Стивенса и его коллег, как роман с таким очень сильным антикоммунистическим зарядом. В итоге, казалось бы, и останется вот это английское и голландское, испанское и прочие издания. Но все-таки спустя 10 лет он выходит и на русском. Странным образом, как сам издатовское, за счет автора, почему-то на этом этапе уже, похоже, финансовая поддержка прекратилась. И сам Соловьев написал небольшое предисловие к этому изданию на русском языке, которое, по его мнению, уже совсем другое, чем первоначальный англоязычный вариант. Фактически, это уже другая книга, пишет Соловьев. Это издание Голубовского стало его последней публикацией на русском языке. Прошли потом другие 10 лет до его кончины, и он загадочно молчал. Работал в каком-то тоже загадочном странном бюро переводов, переписывался, как вы сказали, с виднейшими русскими иммигрантами, и судьба его архива до сих пор ни мне, ни вот этой небольшой нашей группы, организовавшейся ради этой публикации, неизвестна. Он скончался в 79-м году, и на его могиле в Вашингтоне стоит крест с надписью Михаил Соловьев. Мы же сейчас возвращаемся от Соловьева через Боброва, существовавшего тоже несколько лет, к Михаилу Степановичу Голубовскому, который, согласно архивам советской армии, пропал без вести в сентябре 41-го года. Загадочный мистер Соловьев в беседе с историком Михаилом Тололаем. 800-страничный Соловьевский том издан петербургским издательством «Алетея». Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, авторы-ведущие Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет. Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое. На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции отношения людей. Я люблю нашего президента, я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок. Радио «Свобода» глушить уже поздно. Я родилась в конце 20 века и до последнего времени путала события Пуччи 91 и 93 годов. Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце. 30-летие провала ГКЧП отличный повод для тех, кто родился после развала СССР разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа не пропустите.